Здравствуйте! В эфире служба новостей город в студии Мария Луфьянова. Я и мои коллеги расскажем вам о событиях среды 2 ноября. Смотрите в ближайшие минуты. Вейпы и кальяны приравняют к сигаретам. Госдума намерена запретить россиянам дымить в школах, больницах и других общественных местах. Пили морскую воду и работали по 16 часов в сутки. Калининградские моряки устроили забастовку в Норвегии. Добро пожаловать домой! В Калининград возвращается бар в Хрусенштерн и готовится отметить 11-летие. Раскаяние, помощь в расследовании, плохое здоровье, несовершеннолетние дети и беременность – все это не помогло Калининградке избежать наказания за хранение наркотиков. Долой пальто и куртки! Достаем плавки и купальники. В городе вновь открылся купальный сезон. И главной теме – запретный дым и пар. Вейпы и кальяны приравняют к сигаретам. Госдума намерена запретить россиянам дымить в школах, больницах и других общественных местах. Авторы законопроекта убеждены – электронные испарители – еще большее зло, чем табачные изделия. В то время как депутаты говорят о здоровье и их оппоненты о здравом смысле. Курить или не курить – личное дело каждого. Вдобавок ко всему существует мнение, что с помощью вейпов и кальянов можно и вовсе бросить вредную привычку. Мнение «за» и «против» выслушала моя коллега Светлана Федорова. Калининградец Максим с кальяном на короткой ноге вот уже в восьмой год знает все тонкости его приготовления и страшилки о вреде такого курения уже давно не слушает. Это уже стало частью моей жизни. Без него не могу и дня прожить. Начиная утром, в принципе, с корьянчика. Для меня это уже вошло как-то даже в культуру, мне кажется. Своего рода такой не то чтобы процесс, я не то чтобы получаю какой-то кайф от самого курения, ну в плане там какого-то действия на мозг или еще что-то. А именно мне нравится вкус, нравится попускать дым. Это уже не просто курение, а целый ритуал. То есть посидеть, покурить, подумать о чем-то, можно даже за работой. То есть это очень интересно. Максим добавляет, популярность кальяна объяснить легко. В моде здоровый образ жизни, а тут вроде и не пьешь и толком не куришь. При этом идею о запрете кальянов в общественных местах он не поддерживает. Специализированные заведения с хорошими мастерами и табаком имеют право на жизнь. В принципе в одной такой пачке содержится 60 миллиграмм никотина. Ее хватает где-то на 4 забивки. То есть в принципе 60, если разделить на 4, то и где-то по 12 миллиграмм выкуриваем. Если сравнить с сигаретами, то сигареты разной крепости бывают. Но в принципе практически одинаково, что одну сигарету выкурить, что один кальян. Впрочем, Максим сигареты и не курит, как и еще один герой нашего сюжета. Артем Бородиновский предпочитает их электронный аналог или, как сейчас модно говорить, вейпы. Ну, во-первых, нет чувства, ну, запаха табака отсутствует в доме и у себя как-то, ну, приятнее ощущение, когда непосредственно ей пользуюсь. Вот и все. По отношению к запрету всегда, конечно же, отрицательное отношение, поскольку в любом случае, либо это пойдет в подполье, запретом ничего не решить однозначно. Но в принципе, чтобы окружающим не мешать, я бы посмотрел бы какие-то варианты, чтобы именно непосредственно в помещении в каком-то минимизировать подобные вещи. Это да. Жить вредно. Вот этого умирают. Поэтому здесь без вопросов. На сегодняшний день электронных сигарет существует огромное множество. По аналогии с обычными они делятся на легкие и более крепкие. Но у законодателей споры вызывает так называемая заправка. Вот так выглядит жидкость для электронных сигарет. В одной баночке содержится от нуля до 34 миллиграммов никотина. Если капля никотина убивает лошадь, одна такая баночка – целое стадо. Рак легких, гортания, сердечно-сосудистые заболевания. Абсолютно любой курильщик в зоне риска. Но в случае с кальянами существует другая опасность – надышаться угарным газом. Главный нарколог области добавляет. Легкие человека не приспособлены для вдыхания большого количества дыма. Юрий Скалин категорически против электронных сигарет. А вот насчет кальянов пока не определился. Хоть и не отрицает его вреда. В норме человек должен дышать воздухом, а не примесями. То есть мы должны понимать, что фактически это ингалятор. Электронные сигареты – это ингалятор, в основе которого находится парообразователь. Он формирует достаточно большое количество пара. И при попадании в легких он вызывает эффекты, связанные с повреждением слизистой бронхи. Что напрямую приводит к болезни легких, а в некоторых случаях – к серьезным скандалам. Посмотри, кругом это самое. Ты посмотри, в квартире пожарников надо вызывать. А где дым? На видео не видно. Ты через неделю сдохнешь, дурак. Во многом моду на электронные сигареты подогревают знаменитости. Подымить не проще даже звезды Голливуда. Отсюда и миф, что такое курение абсолютно безвредно и даже в некотором роде модно. Была в свое время такая поговорка, что от мужчин должно пахнуть табаком и водкой. То есть это не показатель мужественности, не нужно идеализировать вот эти все вещи. Калининградцы говорят, они все прекрасно понимают. Но курить или не курить – личное дело каждого. Главное – не делать пассивными курильщиками окружающих. Эти люди ходят и выдыхают это на других людей, считают, что это что-то отличающее от сигарет. Хотя люди могут быть против того, что может быть аллергия какая-нибудь. То есть никотин там все равно содержится. Я думаю, что кому удобно, того пускай курят. Мне вечно сказать по поводу курива, если честно, я вообще к этому отношусь положительно. Причина одна. Если посмотреть сказки, все мудрецы обычно курят с дымом. Если посмотреть различных йогов, они тоже все курят, да? Ну, вредно, что одно, что второе, что обычные сигареты. Все это все равно вредно. Электронные сигареты кальяна – это химия, обычные сигареты, смолы. Единственное, в чем сходятся и медики, и поклонники как вейпов, так и кальянов – это прямая зависимость между качеством и происхождением табака или жидкости и количеством вредных вдыхаемых веществ. Поэтому сейчас главная цель законодателей – проверить, насколько все эти заправки безопасны для здоровья. И только после этого говорить о их полном запрете. Светлана Федорова, Михаил Эльбаум, служба новостей «Город». Спонсор темы дня – юридическая компания «Гарант Плюс». И к другим темам. На южно-сахалинском судне Павел Копытин рыбаки из Калининграда объявили забастовку. Причина тому – трехмесячная задержка зарплаты. Общая сумма долга перед рыбаками – 40 тысяч долларов. Сейчас траулер находится в Норвегии. 11 из 12 бастующих на судне Калининградцы сообщается, что плавсостав не получает зарплату с июля. А уже завтра владелец судна собирается прислать морякам замену. Однако они не собираются передавать дела и покидать траулер. Мы подключились на той стадии, когда судно зашло в Батферд. Это такая деревушка на стыке норвежской и нашей экономических зон. И сейчас в этой глухой деревушке 12 членов экипажа отказываются покидать судно до тех пор, пока им не будет выплачена зарплата. Мы стали разбираться, что это за угоделец. И выяснилось, что компания «Альбакор Прима» с острова Сахалин проходит у нас в файлах как злостный, не платящий зарплат. Нам удалось связаться с помощником капитана Калининградцем Сергеем Демидовым. Он сообщил, что первая запастовка на судне была 7 октября. Часть экипажа не вышла на работу. Из-за плохой телефонной связи мы можем лишь частично процитировать Сергея. Вместо указанной в контракте 40-часовой рабочей недели нам приходилось работать по 16 часов с 8-часовым отдыхом. Промысел велся непрерывно. Также были проблемы с провизией и питьевой водой. Их задержали на целый месяц. Приходилось питаться однотипно и пить очищенную морскую воду. Контора деньги выплачивать не хочет. А капитан забрал судовой телефон, по которому мы поддерживали связь с Союзом моряков. При этом многие рыбаки утверждают, что им даже пришлось заплатить агентству по 50 тысяч рублей за трудоустройство. Тем временем к решению проблемы бастующих в Норвегии уже подключился МИД России. В ведомстве сообщают, что если рыбакам не удастся договориться с работодателями, то экипажа свезут в Россию на автобусах. Антон Алиханов в 2018-м не против встретить Новый год в должности губернатора. Об этом Брио главы региона заявил на одном из федеральных каналов во вторник 1 ноября. О чем еще рассказал Алиханов в Москве, а также о других новостях, далее короткой строкой. Партнер рубрики «Короткой строкой» сеть аптек в Калининграде, бюджетная аптека. Особую экономическую зону в Калининграде продлят до 2095 года. По словам в Рио губернатора, пакет поправок к закону поддержал президент Владимир Путин. Пока льготы по налогам на прибыль и имущество организации действуют до 2031 года. Светлогорская прокуратура назвала объявление Алексея Заливацкого о продаже здания мэрии Янтарного противоправным и начала проверку. Кроме администрации, в здании располагается МФЦ, доступ к которому в случае продажи будет отрезан. 4 ноября в Калининград возвращается Крузенштерн. Парусник ошвартуется 18-го причала морского рыбного порта. В этом году Барк совершил три учебных рейса, преодолел около 10 тысяч морских миль и заходил в порты 10 стран. 17 ноября в Янтарь-Коле пройдет празднование 90-летия парусника. Литовскую гору Крестов включили в топ-5 самых страшных мест Европы. На дороге Калининград-Рига в Шауляйском районе расположен холм, где установлено около 100 тысяч крестов. Некоторые входят в список наследия ЮНЕСКО. Кладбища на этом холме нет, когда и зачем в Литве появилось это место, до сих пор точно неизвестно. 3 ноября в пабе Лондон выступит джазовый квартет «Блум Эффект» из Швейцарии. Музыкальные критики говорят, что группа играет современный европейский джаз, к которому уже давно не получается применить определение «мейнстрим». Начало концерта в 9 часов вечера. По вопросам покупки билетов звоните по телефону, который вы видите на своих экранах. Партнер рубрики «Короткой строкой. Сеть аптек в Калининграде. Бюджетная аптека». Провести утро в компании известных людей и звезд шоу-бизнеса легко. Можно включить телевизор в 7 утра, а можно прийти к нашей мобильной студии. Шоу «Утро на колесах» ищет новых героев и гостей. Причем у вас есть шанс стать полноправным членом нашей команды. Нас посетили олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Наталья Ищенко, известный израильский скульптор Рам Кацира, Ашот Геворкян, популярный калининградский режиссер. И даже те, кто не нуждается в громком представлении. Александр Балуев и Михаил Шифутинский. Всего за месяц более 100 человек. При этом редакторы утреннего шоу готовы удивлять все новыми и новыми героями. У нас уже завтра стартует новая рубрика. Мы сотрудничаем с популярным интернет-порталом «Клобс». И теперь Дарина Круглова каждый четверг будет некую сводку новостей нам предоставлять, что интересного произошло в городе Калининграде. Совсем скоро мы планируем запустить конкурс. Он будет совместно проводиться с авторадиом и будет касаться автомобилистов. Я думаю, что каждый день, по планам каждый день у нас будет разыгрываться ценный приз. Что это за приз и как его получить? И во всем этом можно узнать из утреннего эфира. А если прийти к нашей мобильной студии, которая скоро обретет постоянное место прописки на площади Победы, то можно даже попасть в экран. У нас продолжается кастинг, и каждый желающий может попробовать себя в роли ведущего. Встречаемся с понедельника по четверг с 7 до 9 утра в утре на колесах. В эфире служба новостей «Город» и мы продолжаем. Оказывается, ревность сжигает не сердца, а машины. 58-летний горожанин решил отомстить своему 46-летнему сопернику и подошел к вопросу творчески. Поздно вечером он приехал в Пионерский, в котором живет потерпевший, и поджег его пикап. В результате у машины выгорел моторный отсек, пластиковые элементы передней части и левое колесо. Сумма ущерба примерно 400 тысяч рублей. Сейчас задержанный находится в отделе полиции. С ним работают следователи. Скорее всего, поджигателя ждет 5 лет тюрьмы. Наш эфир продолжит рубрика «Место происшествия». Начинаем доставать оттуда сигареты, которые закрыты от таможенного контроля. Почти 30 тысяч сигарет и больше тысячи пачек. Столько калининградские таможенники нашли в «Мерседесе», который пытался въехать в Калининградскую область из Литвы через пост Чернышевская. Между тем, рассказывать стража границы, этот случай далеко не единственный. Попытки незаконного перемещения табачных изделий через участок российско-литовской границы не прекращаются. Должностные лица Калининградской областной таможни регулярно пресекают их, останавливают автомобили, досматривают, обнаруживают различные таблики, из которых извлекают сигареты, сокрытые таможенным контролем. А в этот раз нарушитель спрятал контрабанду в топливном баке за спинкой заднего пассажирского сидения. Чтобы найти сигареты таможенникам, пришлось демонтировать металлическую пластину на боковой стенке. Товары автомобиля изъяли, а на контрабандиста завели дело об административном правонарушении. Опять пошел. В Гусеве на улице Московской загорелся грузовик. Очаг возгорания находился в кабине автомобиля. Как нам рассказали в управлении МЧС, пожарные приступили к работе примерно в половину второго. И спустя 14 минут пламя полностью потушили. Сейчас причины произошедшего устанавливаются. Раскаяние, помощь расследованию, плохое здоровье, несовершеннолетние дети и беременность. Все это вместе с признанием вины стало смягчающим обстоятельством. При выборе наказания для Калининградки осужденной за хранение крупной партии героина. 100 граммов наркотика, которые нашли у женщины дома, обернулись на нее лишением свободы на 5,5 лет. Заметим, что нарушительница уже была судима за торговлю запрещенными препаратами. Как обокрасть скорую помощь? На этот вопрос может ответить 31-летний житель Черняховска, задержанный за похищение ампулы морфина из аптечки у фельдшера, пока та осматривала его приятеля. Преступление мужчина совершил на кухне в общежитии на улице Корижского. На наркомана завели уголовное дело, его ждет 7 лет тюрьмы. Подозреваемого уже есть судимость за хулиганство. Инна Чешкова, служба новостей город. Наш канал не раз снимал сюжеты про калининградские дворы в ужасном состоянии, где жители гневно призывали мэра сделать хоть что-нибудь. И вот сегодня Александр Гирошук отправился на улицы города, чтобы лично оценить благоустройство территории возле жилых домов. Однако сделал это он очень специфически. Мэр оценил уличный тренажер на 5 с плюсом. Металлическая конструкция вместе со спортивной и детской площадками – результат программы «Мой двор». Интересно, что Александра Георгиевича ничуть не смучила ирония в словах благодарных калининградцев. Большое спасибо. Долго ждали. 38 лет. От этой благодарности не растерялся и добавил, что таких дворов и проблемных домов в Калининграде 90%. В некоторые из них, цитируем главу города дословно, аж в 50 лет не ступала нога строителя. Однако тут же городоначальник нашел этому недоразумению объяснение. У нас бюджет очень, можно сказать, выживания. Также мэр сообщил журналистам, что в следующем году в Калининграде появится около 100 новых остановочных комплексов. Сначала на улицах Невского и Черняховского, а также Ленинском и Советском проспектах. При этом старые комплексы оттуда переместят на окраины города, где остановок нет вообще. Сам на себе ощущал, когда в воскресенье у нас дожди часто идут. И когда ты стоишь, ждешь свой автобус, общественный транспорт или трамвай, неважно, и негде даже скрыться от дождя, это, конечно, плохо. В администрации города уже придумали, на какие деньги можно поддерживать и менять остановки. Мэрия планирует торговать их названиями, а покупателями станут частные компании. Проще говоря, остановка будет иметь название, например, какого-нибудь торгового центра по соседству. Тем временем в Калининграде заново открыли купальный сезон. Необычную картину можно было наблюдать на озере Шенфлис. Там несколько десятков человек одновременно совершили водный эмоцион. Для них считается плюсом понижение столбика термометра, а не моржи. Мой коллега Марк Шкоде пообщался с любителями холодной воды и выяснил, что зимнее плавание является чуть ли не панацеей от всех бед. Семь градусов! Всего-то! Всего-то! Температура воздуха не выше, тем более раннее утро. Но картина на побережье Шенфлиса скорее летняя, все в плавках и купальниках. Место, кстати, выбрали не случайно. Любители холодной воды специально почистили водоем еще в августе. Как рассказывает лидер калининградских моржей Кирилл Порошин, для него ледяное купание не просто хобби, а стиль жизни, который избавляет от любой депрессии. Как солнышко, которое светит. Ты уходишь из воды счастливым. Ты настолько заряжаешься этими эмоциями, бодростью и готов дарить часть всем людям ближайшим. Ходишь и улыбаешься. Счастливый человек становишься. Зимнее плавание оказывается самый настоящий профессиональный спорт. В Тюмени по нему каждый год даже проводят чемпионаты мира. Житель Светлогорска Вячеслав Тихонов в этом деле настоящий спец. Многократный золотой медалист и один из самых известных моржей России. По его мнению, холодная вода – залог успеха в карьере и личной жизни. А вода – это как один из способов преодолеть свою лень, свою косность, понимаете, свою нерешительность. А могу я это сделать или не могу? И оказывается, человек может. Человек полез на его арест. Зачем? А он хочет проверить себя. Могу я это сделать? Понимаешь? А другой лезет в холодную воду. Могу я это сделать? Могу. 8, 9, 10, 11, 12. Приседания, отжимания и многое другое. Такое закаливание при ледяном ветре с берега помогает моржам экономить. Говорят, после зарядки о походах в аптеку можно забыть. Как ни странно. Здоровье, конечно, сразу улучшилось. Головные боли там исчезли или реже стали. Спокойно могу в шортах и футболке сейчас осенью ходить и не боюсь заболеть, не простуды. И спокойно хожу, и даже не холодно. А вот Олег Рязанов и вовсе уверен, моржевание может творить чудеса, вопреки прогнозам врачей. В этом он убедился на собственном примере, когда в 20 лет получил серьезную травму. Отказала нога, это было начало 90-х годов. Врачи меня лечили, лечили, потом сказали, ну вот, все, что могли, мы сделали. Дальше только операция. Но дальше два варианта. Либо ты вылечишься, либо как овощ, просто ляжешь, вот и все. Но я отказался. И, собственно, единственное средство, которое я тогда нашел, это холодная вода. Поэтому начал обливаться, обтираться. А затем и плавать в ледяной воде. Теперь же Олег обладатель многих мировых рекордов. Например, однажды проплыл 125 метров в Балтийском море при температуре воды минус 2 градуса. Силы воли не занимать и Павлу Попову. Несколько лет назад он ослеп, но любимое занятие не бросил. Теперь признается, экстремальное плавание помогает сохранять веру в лучшее. Скажем так, семейные какие-то там проблемы решает. Хотя, допустим, с этим созрением. Ну, выдерживаем все, занимаемся физкультурой. И все это нас в общем все сплочает. Также экстремалы рассказывают. Благодаря своему увлечению они совершенствуются не только внутренне, но и внешне. При регулярном общении с ледяной водой и кожей чище и фигура красивей. Потому что бок о бок с моржеванием всегда идут физические нагрузки. Но если отбросить в сторону все полезные свойства, это просто хороший способ провести выходной и увидеться с друзьями. Открытие сезона моржей в Калининграде переросло в настоящий массовый праздник. Его планируется сделать регулярным. На этом месте на озере Шемфрис в воскресенье в 10 часов утра каждую неделю будут устраивать открытые заплывы и купания. Организаторы ждут всех желающих сменить свою жизнь к лучшему. Марк Шкода, Михаил Альбаум, Служба новостей город. Чем еще запомнилась среда калининградцам? Смотрите в нашем традиционном опросе. Партнер рубрики «Хорошие новости» компания Кёнигдорс. Кёнигдорс. Сходили в бассейн в отеле, сходили позавтракать, вышли на прогулку. Объем моих долгов уменьшился. Работаю с туристами, которые приехали посетить наш город. Да, и поэтому это очень приятно, показать город, ну, так сказать, с его лучших сторон. Прогуливались по Ганту, там замечательная аллейка, вот в конце этого парка. И листья вот метет по мостовой. Мне купили браслет из янтаря, я очень его хотела. К нам приехали ребята из Подмосковья, город Дмитров. Мы показываем наш город, мы показываем какой он. Сейчас вот идем в рыбную деревню посмотрим. Мы любим Калининград! А завершает наш выпуск прогноз погоды на завтра. С ним вас познакомит наша ведущая Ксения Иванцова. Партнер прогноза погоды, дом бизнес-класса Риттерхоф. Здравствуйте! По народному календарю 3 ноября, Иларионов день. На Руси подмечали, что с Иларионово дня начинает заметать пороша. Наши предки считали, если снег ляжет на сырую землю и не растает, значит весной рано зацветут подснежники. Если же снег выпадет на мерзлую почву, в следующем году можно ждать хорошего урожая хлеба. Это были народные приметы, а теперь о погоде на завтра. Завтра в Калининграде днем плюс 5, малооблачно будет идти небольшой дождь. Вечером без изменений, но похолодает до плюс 2. Ветер северный до 5 метров в секунду. Атмосферное давление ниже нормы. Партнер прогноза погоды, дом бизнес-класса Риттерхоф. На этом наш выпуск завершен. Если вам есть что рассказать городу, звоните к нам в редакцию по телефону 555-085. В студии с вами была Мария Лукьянова. До встречи в эфире и хороших вам новостей. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова